Вместо спорта и диеты препарат для диабетиков. На что только не идут женщины, которые хотят похудеть, не вставая с дивана. Вот новая мода пришла из Голливуда. Чудо-уколы стройности. В погоне за идеальным телом россиянки по всей стране скупают лекарства, которые жизненно необходимы больным диабетам. Из некоторых аптек оно просто исчезло. Зато в интернете все больше видео от экстремально быстро похудевших дам. В захлеб рассказывают, что нашли ту самую волшебную таблетку. Но о побочных эффектах и последствиях даже не задумываются. К чему приводят подобные эксперименты, выясняла Кристина Левиева. Так, девочки, вот мы достаем, делаем 17 кликов. Это было похудение. Что я могу сказать? Что начало мне помогать. Видите, я стал худеньким, так хотел. Вот посмотрите. Так вот я выгляжу после месяца приема. Открываем ручку. Похудеть без диеты, тренировок. Женщины молодые и постарше. Мужчины спортивные не очень. Пробуют и даже учат. Как и сколько. В интернете новый тренд. Волшебные уколы. Только магический препарат на самом деле обычное лекарство для диабетиков. Своей небывалой популярностью инъекционный препарат и его аналоги обязаны голливудским звездам. Якобы именно благодаря им Ким Кардашьян, прославившись своими пышными формами, смогла втиснуться в легендарное платье Мерлин Монро. А вот Леди Гага на красной дорожке Оскара худеет, чем 15 лет назад в начале своей карьеры. А миллиардера Илона Маска и вовсе заподозрили в приобретении доли фармацевтической компании после того, как он в своем блоге на вопрос подписчицы о том, как ему удалось так сильно похудеть, написал название препарата. Лекарства, которые жизненно необходимы людям с диабетом или с тяжелой степенью ожирения. Какие-то из них, воздействуя на мозг, притупляют голод, какие-то снижают риск сердечно-состудистых заболеваний или нормализуют работу печени. Как одно из следствий приема снижение веса, но разумеется в сочетании со строгой диетой и правильной физической нагрузкой. Во всем мире эти лекарства выдаются только по рецепту, и врачи охотно говорят про их эффективность. Но что будет, если препарат начнет принимать человек без серьезного диагноза? Применение этих препаратов у человека без ожирения необоснованно. Оно может привести к расстройству работы желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, нервной системы, центров в мозге, которые регулируют работу нервной системы желудочно-кишечного тракта. Мы даже не знаем весь спектр тех осложнений, которые они могут вызвать. Поэтому говорить о том, что человек без ожирения, без диабета может безопасно применять препарат для того, чтобы подготовить себя, допустим, к балу выпускному, ну это совершенно недопустимо. Чтобы проверить сомнительные отзывы множества блогеров, активно рекомендующих препараты, мы попросили прокомментировать их ролики эндокринолога с многолетним стажем. Я доволен результатом. Я потерял 5 килограммов, и объем в животе у меня уменьшился со 101 до 94 на 70 метров. Этот красавчик решил сделать ход конем и, якобы не прилагая никаких усилий, используя золотую таблетку, снизить массу тела. Судя по его внешнему виду, накачанным бицепсом, видно, что этот пациент не только использовал таблетку, а активно занимался физическими нагрузками, причем силовыми физическими нагрузками. Эксперимент, ребят, я прекращаю, потому что завтра лечу в Болгарию, где все включено, то есть я буду жрать. Желудочно-кишечные жалобы он получит. Вздутие, урчание в животе, боли в животе, потому что препарат в том числе способствует уменьшению всасывания глюкозы на уровне кишечника. Один из препаратов вместе со строжайшей диетой врачи прописали и Юле Хохловой. Девушка в свои 28 весила 175 килограммов. 90 она скинула, но из-за повышенного спроса на лекарства. Среди желающих похудеть без усилий, ей приходилось искать его по всему городу и переплачивать. Среднестатистическому российскому гражданину ее не купить, с учетом того, что препарат эффективен в максимальной дозировке, а максимальной дозировки хватает на... То есть одной шприц-ручки хватает на 6 дней. Соответственно, в упаковке 3 шприц-ручки, то есть их хватает на 3 недели. И сейчас в аптеках Москвы он стоит 40 тысяч рублей. Больше 40 тысяч рублей. Чтобы не набирать вес, Юле с ее диагнозом всю жизнь придется соблюдать диету и находиться под наблюдением врачей. Но как только человек без ожирения или диабета перестает принимать лекарства и возвращается к своему обычному режиму питания, все сброшенные килограммы вернутся, а возможно и в двойном размере, уверены врачи. Мы уже все знания делаем, знаем. Но что вы готовы, чтобы выглядеть стройнее? Вот еще один модный укол, который предлагается делать на дому. Липолитик. Так, точки. Пока я тут пыталась, пыжилась, уже все стерлось. Ну нафиг. Ну начнем. Уколю липолитики и поеду на работу. И это при том, что любой врач скажет вам, такая методика выполняется только сертифицированными специалистами с медицинским образованием и уж точно не приведет к мгновенному похудению. Кстати, в ряде европейских стран действующее вещество липолитиков и вовсе запретили из-за возникающих серьезных осложнений. А вот фотографии из отзывов на популярных российских маркетплейсах, которые продавали препарат в открытом доступе, синяки, отеки, воспаления. У меня был только выраженный отек, у меня подбородок был вот такой вот. Оно раньше было вот здесь, а сейчас стало спускаться ниже. Избавиться от такой красоты девушке теперь сможет помочь только хирург. Авторы вредных советов так и будут собирать просмотры и лайки, зарабатывая на стремлении многих к идеальной внешности. Если в погоне за ней вы все же готовы доверять людям, о которых ничего не знаете, и повторять за ними любые эксперименты, не лучше ли начать с самого простого? Обратиться к врачу.